По данным экологов, уровень загрязнения воздуха в Хакасии высок. Львиная доля принадлежит промышленным предприятиям. Остальное приходится на транспорт. Экологический вопрос так или иначе придется решать. Один из кластеров, который будет рассмотрен в части агломерации, это транспорт-экологическая схема, которая предполагает развитие системы дорог, развитие системы объездных дорог, улучшение дорожных покрытий или одеж, так называемых, что и будет минимизировать выбросы вредных веществ в атмосферу. Абаканский аэропорт неожиданно добавил хлопот. Его сонзащитная зона распространяется на 3 километра. Пол Абакана, Калинина и другие населенные пункты уже давно в нее попадают. Жители страдают от шума. Новые постройки в Абакана-Черногорской агломерации тоже окажутся в запрещенной черте. Сейчас на предприятии предстоят глобальные изменения, и этот вопрос не останется в стороне. В других городах, когда аэропорт находится в такой близости, но, тем не менее, технологии уже так выросли, и уже и воздушные суда совершенно усовершенствовали. Даже вот сами работники аэропорта, говорят, или раньше взлетало судно, там все окна дрожали, или сейчас даже, это практически не слышно. Отдельным пунктом стала тема переработки мусора. В Хакасии, в отличие от других регионов, нет ни одного завода. Еще один вопрос, который подняли сегодня на совещании члены рабочей группы, это сбор, переработка и утилизация бытовых отходов. В рамках Абакана-Черногорской агломерации эта проблема может достичь масштабных размеров. Однако при разумном подходе, как считают члены рабочей группы, это может стать хорошим инвестиционным проектом и даже приносить деньги бизнесменам. Катерина Ярушина, Владимир Байкалов, Новости, 7-й телеканал.